Доброго дня! С вами Куандык, компания Каза Агроэксперт. В этом обзоре мы рассмотрим скоростные плуги ПСК производства завода НПО Сур, город Энгельс. Плуги ПСК – это высокоэффективные плуги, в которых применена особая конструкция рабочих органов, за счет чего увеличена ширина захвата орудия. При одинаковой энергоемкости плуг ПСК обеспечивает большую выработку, а соответственно и экономию топлива и времени. Плуг предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину от 12 до 30 см, не засоренных камнями, плетником и другими препятствиями. В линейке завода-изготовителя имеются плуги от 3 до 10 корпусов. В нашем обзоре представлены модели ПСКУ-3, ПСКУ-4, ПСКУ-5, ПСКУ-7 и ПСКУ-8, на котором мы остановимся подробнее. Необходимая мощность трактора для агрегатирования плугов ПСК составляет 35 л.с. на корпус. Таким образом, для плуга ПСК-3 потребуется примерно 100 л.с. ПСК-4 130 л.с. ПСК-5 175 л.с. ПСК-7 240 л.с. А ПСК-8 280 л.с. Основные технические характеристики плуга ПСКУ-8. Ширина захвата 4,8 метра. Количество корпусов 8 штук. Глубина обработки от 12 до 30 см. Рабочая скорость до 10 км в час. Производительность от 2,7 до 4,2 кг в час. Удельный расход топлива от 10 до 18 кг на гектаре. Оборот пласта в полный оборот на 180 градусов. Особого внимания заслуживают рабочие органы. На орудиях в нашем обзоре установлены стойки ПСКУ, которые состоят из правого и левого ножа, вертикального ножа, башмака и отвала. Ножи с двумя кромками и наплавкой имеют повышенный ресурс. Ширина захвата одного корпуса 60 см. Помимо стойок ПСКУ, плуг можно оснастить еще пятью видами рабочих органов, которые вы сейчас видите на экране. Это особенно сделает плуг универсальным орудием под любые цели, почвы и предпочтения агронома. Достаточно просто приобрести дополнительный комплект стойк и вот уже отвальный плуг превращается, к примеру, в глубокорахлитель. Сами стойки устанавливаются двух видов. Стандартная 680 мм, увеличенная 780 мм. Стойки защищены срезными болтами. Расстояние между стойками может устанавливаться под заказ 50, 55 и 60 см. Еще одной особенностью рабочих органов ПСКУ является возможность снятия отвала. В таком виде плуг можно использовать как воскорез. Рама агрегата очень надежная. Сварена из двух труб толщиной 10 мм. Глубина обработки регулируется с помощью винтовых домкратов на опорных колесах. По умолчанию на плуг устанавливаются металлические колеса. По заказу возможна установка пневмоколес. Также можно оснастить плуг катками. Каждая секция катка перекрывает два корпуса. Катки уменьшают гребнистость после прохода орудия, а также измельчают крупные коми, улучшая качество поверхности поля. Плуг оснащен навесным устройством по трехточечную навеску. Отдельного внимания заслуживает собственная разработка завода НПО СУР. Тележка переходная, универсальная гидравлическая, ЦПГ Волга 6000. Этот агрегат предназначен для использования навесной и полунавесной сельскохозяйственной техники на тракторах со стандартным сцепным устройством. Дышло тележки сцепляется со сцепным устройством трактора, а навесное орудие устанавливается на вилку тележки, которая выступает в роли трехточечной навески. Конструкция тележки способствует равномерному распределению тяговой нагрузки в процессе работы. Сам агрегат очень надежен и изготовлен с использованием импортных комплектующих. Приобретая плуги ПСК завода НПО СУР, вместо обычных отвальных плугов вы получаете экономию топлива до 9 литров на гектар, экономию времени и трудозатрат, универсальное орудие, способное при приобретении дополнительных рабочих органов выполнять несколько задач на поле. Будьте внимательны, именно НПО СУР является изобретателем и владельцем патентов на скоростные плуги. И только плуги этого завода отвечают всем высоким стандартам производства и обладают заявленными качественными и техническими характеристиками. Остерегайтесь подделок. Заказывайте плуги и другие почвообрабатывающие орудия у официального дилера компании Казакроэксперт. Поделитесь этим видео с друзьями и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видеообзоры на синхозтехнику и агрегаты. Редактор субтитров А.Семкин